Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. По зелени в руках, я думаю, что вы можете определить, что сегодняшняя наша тема будет затрагивать укоренение черенков винограда. Много появляется мелких вопросов, чтобы не отвечать каждому, я собрала эти все вопросы в одном видео. Постараюсь все это максимально кратко. Кому нужно подробно отдельные темы, есть отдельный плейлист по укоренению черенков винограда. И там есть отдельные видео. Все это можно посмотреть. Итак, поехали. Первое. Сроки укоренения винограда. Эту тему много раз освещали. Видео по этой теме есть. Примерно за 30-35 дней до высадки в открытый грунт. Эти сроки будут оптимальны. Следующее. Нужно ли вымачивать черенки? В зависимости от того, как вы их хранили. Некоторые виноградари показывают такой способ хранения, как черенки всю зиму стоят в подвале в воде. Смысла их вымачивать нет. Если у вас черенки просто лежали, неважно, в подвале, в земле, в холодильнике, лучше все-таки их вымочить. Примерно сутки-двое. Этого будет вполне достаточно. Следующий вопрос. Нужно ли черенки дезинфицировать, вымачивать в каких-то дезинфицирующих растворах? По желанию. Можно вымочить в растворе марганцовки. Примерно часа будет вполне достаточно. Оно, видно, марганцовка меняет цвет. Она с вот этой розовой переходит в кирпич. Ну, все, этого будет вполне достаточно. Но еще раз повторю. По желанию. Раствор должен быть просто окрашен. Не слишком розовый и не слишком темный. Следующий вопрос. Можно ли разрезать черенок, например, на 2-3 части? По желанию. Если у вас черенки, например, ну, бывает так, что очень крепкие такие растения, у которых очень большая сила роста, и у черенков вот такая вот большая длина, да, в таком случае вы можете разрезать, даже если там 3 почки на 1 и 2. Если же черенок маленький, тоненький, даже если там 4-5 почек, мы бы не рекомендовали разрезать. То есть, по желанию, если черенок хороший, крепкий, длинный, да, можно. Тоненький нежелательно. Следующий вопрос. Нужно ли обрезать нижнюю почку при укоренении? В принципе, тоже по желанию, хотя бытует мнение, что вот удаление нижней почки, оно способствует укоренению. Ну, на самом деле, прекрасно укореняется и с почкой. Наш совет. Если вы укореняете, чтобы потом посадить дома в стаканчики, все-таки нижнюю почку оставьте. Сухой воздух в квартирах часто тормозит развитие и верхних почек. И они могут вообще не раскрыться, а тогда может пойти рост нижней почки. Если, например, как мы укореняем в школке, там эта нижняя почка, в общем-то, не нужна, ее можно удалить. Нужно ли бороздавать черенок, наносить небольшие ранения на его нижней части при укоренении? По желанию. Да, это стимулирует корнеобразование, но и без бороздования черенки прекрасно укоренятся. Следующий вопрос. Нужно ли применять какие-то стимуляторы корнеобразования? Черенки винограда и так прекрасно укореняются. В большинстве своем есть, да, некоторые сорта, у которых с этим могут быть проблемы, но это скорее исключение, чем правило. Да, если очень хочется, то можно применять корнестимуляторы. При правильном их применении корни появляются раньше, и их может быть несколько больше. Но, с другой стороны, повторю, что даже если мы ничего не делаем, у нас будут замечательные корни. И вот яркий пример. Ничего не делали. Обычная вода. Вот там большая борода корней. И вот такие красивые черенки. И тут я бы еще хотела предупредить вас об одной важной вещи. Неправильное применение корнестимуляторов может привести к обратному эффекту. Либо вообще черенок затормозится и погибнет. Либо вы получите классную бороду корней, но почка при этом может не проснуться. И даже если она проснется, все равно через некоторое время такой черенок может погибнуть. Потому что мы слишком вмешались в его жизнедеятельность и нарушили нормальные процессы, которые в нем происходят. Поэтому будьте осторожными. И то же самое касается народных укоренителей, типа ивовой воды, картофельных ростков, меда и прочего. Снимала ролик недавно, показывала, что они не только неэффективны, они еще имеют обратный эффект. Да, там тоже все укоренилось. Буквально недавно я выкинула все черенки. Во всех баночках было 100% укоренение. Но на воде, обычно без всяких вот этих добавок, черенки укоренились быстрее. Имейте это в виду. Конечно, каждый верит в то, что хочет верить. Будьте осторожными и лучше перепроверьте. И еще раз, применение корней стимуляторов по желанию. Следующий вопрос. Какой способ укоренения лучше? Тоже очень много всяких там по такому, по сякому, по этому. Там куча имен, да, в тряпочках, в газетках, в опилках, в водичке, умное укоренение. Вот это меня немножко так раздражает, а все остальное глупое, что ли. Ну, как-то так. Некрасиво звучит. Способов миллион. Что вам удобно, то используйте. Единственное, что я бы не советовала, укоренять в мокрой тряпке, в мокрой газете. Практически все вот эти вот методы мы испробовали. И вот эта тряпка, она потом там затухает, очень сложно поддерживать влажность. И это больше путь к тому, чтобы загубить черенок. Хотя у кого-то получается. Но мы не советуем. То же самое, мокрая газета. Вода, по нашему мнению, несколько затормаживает укоренение. Вот я показывала баночки. Особенность укоренения в воде. Сначала начинают идти зеленые побеги, только потом идут корни. То есть немножко баланс нарушается. И бывает так, что зеленка вышла, корни не появились. Будьте к этому готовы. Тем не менее, это один из таких самых удобных способов. По нашему мнению, нам так удобнее мы укореняем во влажных опилках, либо в влажном кокосовом волокне. То есть воздушно-влажный субстрат. Это также может быть и влажный мок. Что есть под руками, то и можно использовать. Спрашивают, можно ли в таких опилках, можно ли в таких, можно ли в таких. Мы не знаем, какие опилки мы берем. Вот какие нам опилки достались, в тех мы укореняем и все замечательно получается. Пара вопросов касательно укоренения на воде. Как часто нужно менять воду? По необходимости. Тот эксперимент, который я не так давно вам показывала, там где вода была, и ивовая вода и прочее, прочее. Больше 30 дней я воду вообще не меняла. Ни в одной баночке я просто ее доливала. Но так делать, как бы следовать за мной не стоит. Обращайте внимание, вода начинает мутнеть, поменяйте. Ну, примерно раз в неделю. Каждый день это точно делать не нужно. Раз в неделю более чем достаточно. Но если видите, что она мутнеет все-таки чаще, тогда да, можно поменять несколько чаще. Следующий вопрос, какой уровень воды поддерживать в баночках. Здесь кто на что гораст, кто-то спиной у рта будет доказывать, что прям вот сантиметр, не больше, ну, полтора это вообще предел. Ну, я примерно всегда вот так вот на два пальца плюс-минус. Слишком мало, может быть, не надо, слишком много, там банки тоже не следует. То есть, очень приблизительно. И сразу же отсюда вытекающий вопрос, вот как поддерживать этот уровень, чтобы он вот был прям постоянным-постоянным, кто-то там ватки кладет, еще что-то, вешает на поплавках. Ну, если как бы есть куча свободного времени, можно заоружать плотики, все это вешать и так далее. Но от того, что у вас водички даже на полсантиметра уменьшатся или даже на сантиметр, ничего страшного не произойдет. Тоже, я не хожу, не доливая воду каждый день. У меня есть время, я увидела, ой, водички стало мало, пошла, долила. Ничего страшного. В этой банке вообще я их, ну, оставляю вот вам показать, да, и для экспериментов. Одно утро я проснулась, воды не было вообще, уже с белыми корнями. Ничего, долила и все нормально, да. Четыре дня после этого прошло, все живы и здоровы. Конечно, до такого доводить не стоит, но прям фанатеть вот по уровню тоже не имеет смысла. Плюс-минус, поддерживаем, этого будет достаточно. Дальше, если у нас пошла зеленка, а корней еще нет, нужно ли обламывать зеленые побеги? Мы не рекомендуем, потому что запасная почка потом может не открыться, так что полного удаления, ну, делать этого не стоит. Если вот так вот распустилась две почки, этот, конечно, смотрите, у меня красавчик, да? Борода корней без всяких корней стимуляторов. Так вот, если, например, раскрылась две почки, а корней еще нету, то одну можно убрать. Например, вот эту, да, мы ее взяли, удалили. Пусть она не тянет. Энергия. Если один побег, но достаточно такой большой, просто прищепните верхушечку. Все, этого будет достаточно, но полностью побег не удаляйте. А также есть такой совет, что вот если пошел зеленый побег, а корней никак нету, то можно этот побег выломать и поставить его на укоренение. Да, можно, но результат зеленого укоренения очень сильно зависит от сорта. Несколько лет я экспериментировала с зеленым укоренением, и вот некоторые сорта укореняются довольно-таки неплохо. Ну, скажем так, выход 50-60 процентов. Некоторые не укореняются вообще никак. Поэтому пробовать, конечно, можно, но это замечательный способ и потерять ваш черенок, особенно если он какой-то редкий. Здесь такой мой совет, если он вам будет полезен, что уже если так случилось, что большая зеленка, корней нет, очень волнуйтесь, садите в землю вот так вот горизонтально и пересыпайте зеленую часть сантиметра на два. Вот тогда у черенка гораздо больше шансов впустить корни. Ну, либо здесь, либо здесь, тем не менее зеленки это еще будет с чего питаться. На этом вопросы закончились, но если у вас еще остались какие-то вопросы, сомнения, прежде чем задавать их мне, пожалуйста, посмотрите плейлист, посмотрите видео про укоренение. Там все подробно, все детально, и за те несколько лет, что я веду канал, мне кажется, что все вопросы я осветила на 200, даже на 300%. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку «Еще», ссылка на плейлист, ссылка на другие полезные видео по теме, и ссылка на наши контакты и каталог наших сортов винограда. И до новых встреч!